Сегодня у нас 5 октября 2015 года. Вот мы доработаем на храмовой дамбе. Вот уже тут пол две застелили. Я их промазал отработкой, а братья прибили, приделывали. Сразу дождь начался. И сбежали с работы братья. Сразу решил их заснять, чем они занимаются, когда дождь идет. Вот сейчас стояки, потом боковины будем прибивать. Вот он храмовый рот. Вон братья спрятались за ветвой. Под палатку. И что вы тут делаете? Эй! Что вы тут делаете-то? Что делаем? Дождь, спрятались. Я стою и говорю, есть фильм такой, я легенда. Когда он собаку потерял, искал, а она забежала, там где эти манкурты людоеды-то. И они вот так вот воткнулись друг в друга-то и стоят. Они боятся солнечного света. А мы дождя. Вот тут вот что-то... Плачь палатка, залазьте тоже. Сука, повернись, кто тут стоит-то? Вон, кто у меня просит. Вон он, где Никита стоит. С собой мы брали 4 палатки, даже 5 палаток. А сегодня один я взял. И в обед уже не хотел брать, потому что маленькие дожишки. Ну, заборощал он на здоровье. Вот только вообще сегодня Алексей разговаривал с там, с Мамонтова. Завершний день у них в автоколонии назначен для нас. А куда? Дождь все размощил. Опять нету. Солнышко. Солнышко. А ты че? Ну, давайте. Надо свернуть маленько, потом просушить. Власть. Это, значит, палатка солдатская. Она 2 метра на 2 метра. Это я в летном училище. Идем занятия. Ну, и когда его превращали в милицейскую высшую институту, в юридичнике, мы имущество раздавали. А у меня были очень хорошие отношения с командованием. Они мне дали около 70 шинелей, брюк, летные кителя, фуражки, палатки. Ну, батья, здесь вот половички какие-то. Что пишет. Планшеты, афганки, там еще что-то. На сегодняшний день я все этим пользуюсь. Зашиваем их. Мусор вон сколько носили. Все на палатках. Как полезно не сидеть. Я не знаю, почему у меня столько людей добрых всегда встречается. Вот кажется, летное училище. Собрались офицеры, я у них выступаю. Говорю проповедь, проповедь настоящая. Это не один год. И вот вышли оттуда. И они, а у всех звания полковники, преподаватели. Прям молодые полковники. Майор, подполковник почти нету. Так, ты как себя чувствовал? Он говорит, я как будто никакой академии не кончал. Мне показалось, я еще в школе учусь. Это мне Господь дал доступ к сердцам. Вот эти люди, которые не имеют они ничего этого. Это совершенно новое. И вот узнали, что я веду занятия. Московская патриархия, мгновенно, туда впустила свой дом. А как уже заключили Союз? Силовые структуры, там Смирнов, Дмитрий в Москве. Здесь вызывает меня начальник и говорит, так и так, вот приняли закон, но мы не можем пойти против. Сказали, чтобы вам отказать. Я говорю, а причина какая? Ну, только вот они, патриарши. Я говорю, а кто будет вести занятия? Не знаю, это у меня был там близкий знакомый майор Мазур Николай Павлович. А у нас в это время был благочинный Байтович Николай Павлович тоже. Я говорю, а они не будут вести занятия? Им деньги нужны? Они без денег не пойдут? Да вы что? А вы у нас уже сколько-то семь лет и я пришел, дверь открыта, я выступаю. Ну, простились по-хорошему, все, грамоту вы ездите в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме. Проходит какое-то время, звонит, и все, занятия. Я говорю, что мы вышли на настоятеля, а он говорит, а сколько водичам будете платить? Он говорит, а у нас Латкин бесплатно, там лет семь ведет. Ну, мы не Латкины, мы не можем так. Он говорит, как так? У вас будущего нет? 460 курсантов, прекрасная аудитория, все можно показать, что у вас есть, там видите, поставить, тогда видите, вы были там, а я прихожу, у меня видите, съемки, рассказывает. И все, одни бабушки, говорят, у вас останутся. Николай Павлович тот запретил, а этот разрешил. И вот они вышли когда-лили. Ну, пойдемте с нами. Ну, я знаю, что. Ну, зашли. Пиво там разное. Ну, выпейте, я говорю, я в рот не беру. Эх ты. Давай, делитесь впечатлениями, как это им сильно разобралось, как это им близко. Вот. Один говорит, а сапоги возьмете? Я говорю, а какой размер? 43-й. Какой размер? Он рукой за диван вытаскивает отсюда яловые, называется, не кирзовые, а яловые, офицерские сапоги. Я их взял, они у них еще тысячи. Понимаешь, как это? Это вот, надо просто это видеть, как Господь располагает сердца людей. Я, знаешь, пришел, они говорят, а у нас сегодня артисты с нас приехали, долго представление было. Артисты и я там говорил там о Боге. Я им попарял еврейскую историю и всегда видно был покаянием. И вот, вот яком-то приезжал, который сейчас, он как раз оттуда. Семен-то училищ, я, ну, там, где мы преподавали, волков был, это оттуда вышли. На время не слышали. Ну и вот, насколько это им показалось интересным, курсанты слушать не будут. Я говорю, давайте минут десять хотя бы. Нет! Они уже артистов смотрели отвлеченно. Ну, я такой, дальше шел к вам, у меня же машина нет пешком. Ну, ладно, давайте. Вот проходит десять минут, двадцать минут. Он заходит, показывает часы. Я говорю, это обед у нас. Курсанты, да иди ты, не мешай тут. Около часу после артистов, когда уже они были в вознеможении, они с особым вниманием слушали. У меня есть это дип, который нас снимали. Мы были тут в какое-то кадетское училище летчиков. Батюшка у них даже освещал там самолеты, кажется, и училище пригласили его. У них ни одной аварии не было, ничего. Благословенно так было. Я там молодые, как кадетский корпус, норма у них, все. Я им говорил, вот вы нормальные парни, но храбрость без Бога вырастает в уголовщину. Вот это кунцевская команда, которая, они везде занимались, ходили, а потом пошли убивать друг друга. Они ищут применение, где применить эти силы, которые там научились. Вот и все. Это вот через одной полоте. Я к чему не прикоснусь. И везде радость свобода, в которой я был. И вот они на меня выступают и выступили в этой в Алтайской правде священники там подбили кого. Кто же такой Игнатий Лапкин? Я сейчас серию дам из книги «До слова Божия нет узк. Кто же такой Игнатий Лапкин?» Не то, что я думаю о себе или а то, что разные газеты центральные, московские, зарубежные, что печатали. Те, которые знают и те люди, которые ничего не знают, ни разу со мной не встречались и они говорят, над ними все журналисты, все их поносят. Это кто пишет? Это что за люди? Да они у вас хоть раз видели, нет? А это люди корреспонденты. К нам из года вот приезжает Волобоев фотокорреспондент. У него сколько международных премий, талантливый. И он к нам приезжает уже 25 лет. Но 25 лет можно узнать человека-то. И он ни одного качества, которое приписывает мне патриарша и лизоблюды, не может приписать. Ни гордость там, ну и все проще, что они огородят. Почему? Потому что там, где люди прикрываются богом, а на самом деле не верят, там семь злейших. Лучше бы, говорит, не познать пути истины, нежели познавшие возвратиться. Они не считают за святыню и оскопляют Духа Божия, как апостол Павел говорит. И поэтому там ничего нет. Я вот гляжу, они уже начинают под другими именами заходить, все, ну, я должен принять какие-то меры. Я им разрешаю, они у меня безобразничают, поносят меня и в аду я, и там слог не найдешь какие-то. Меня это не касается, миленькие мои. Потому что ничего этого во мне нет. Это вы своими пороками пытаетесь меня порочить. У меня нет этого. Ни гордости, ни гордыни, ни гордительства. Я целый день пашу. Вот они со мной. Вот только сказал, тут я должен, ну, давай так. Этот говорит, я, да, давай так. Никита еще сказал. Ну, я говорю, ты прав. Правда, правда, доску надо повернуть боком было. Больше у нас ничего нет. Доски, мазут, лопаты. И где бы я гордился? В каком месте? Гордиться надо где-то чем-то. Слово гордиться у верующих не имеет положительный оттенок. А хвалиться, хвалиться написано, хвалящийся, хвались Господом. Я хвалюсь им, что меня Господь избрал. дал мне эту власть к душам идти. Куда бы я ни посмотрел, и везде обращенный, обращенный. Зачем бы Андрей Кураев называл меня самым выдающимся, знаменитым миссионером? Это когда его не гнали. И главное, что это признает Олег Стеняев, с которым мы встречались, с Андреем Кураевом встречались, он ко мне приезжал за книгами. Ну, к вам кто приедет? Только я могу молиться и плакать. На вас выпал дурной жребий. И огонь попалит вашей кадильнице, и имя будет жертве никакого. Это то, что написано. Вы восстали на святость. И все это хватает Серафимов, Игнатий не признает. Да Серафимов в упор не видели в России. Топщитесь на Серафимовых останках. Это все приписано Серафимов. Его ни один архиерей, участвующий в канонизации, не канонизировал, не поднимал руку. Царь сказал канонизировать. Канонизировали. Это редкий случай, когда все были против. Все. Аксиос никто не кричал, а кричали Анаксиос недостоин. Недостоин. А уж почему вы посчитаете настоящую его биографию? Настоящую. Настоящая его биография была та, что он ушел от мира. Он там был и Ордане устраивал Иерусалим. То есть детская игра продолжалась до глубокой старости. Вот это. Да идите по всему миру. Одно предложение и все кончилось. От людей прятаться. Дорожку завалило. Упало дерево. Знамение, что не выходить к народу. Да у нас деревьев, когда мы идем, сколько? Мы их распилили, растащили. Нас еще не удержат. Не может удержать. У нас с собой всегда пилы, инструменты работают. Я просто попутно хотел сказать. Не злитесь. Вам придется отвечать за все. Зло выброшено не бывает. Вы сегодня двое. Вы обязательно будете поврось. И друг против друга пойдете. В моей жизни таких, как вы, которые сейчас нападают на меня, поносят. Я не могу сосчитать, сколько было. И ни одного нету, который остался бы в том же положении. Они соглашаются вместе, в суд выходят, до дверей. А из дверей вот так вот сатана их разбрасывает. Пока они сидят в общине или где-то, они еще этой благодатью окруженные. У меня очень много знакомых директоров больших магазинов, которые помогают. Ну и бывает на дом приезжают. А мы сидим в занятиях у нас где храм Ползунова 6, Барнаул. Он заходит, директор красного магазина Исаев. Я называю фамилии, я просто не боюсь. Только зашел ой-ой-ой-ой, какая у вас энергетика здесь. То есть что с ним? Я говорю, как, да понимаете, это что-то особое. Я даже не помню, когда у меня такое было. Ну как-то это вы видели или что? Нет, а вы разве не чувствуете? Я говорю, мы живем в этом. Пришел кто? Ректор, знаменитый ректор, доктор наук технических, ректор самого большого технического университета в Сибири. Так говорят, 21 тысяча студентов. Около 15 стран только или больше посылает сюда учиться людей. Евстигнеев, Владимир Васильевич, он и умер на этом посту. И вот он пришел к нам на занятия. У меня снимки есть. Просто показать, как относятся люди. Он знает меня, допустим, 17 лет. Знает. Мы близко-близко знакомы. И он зашел при всех, при всем народе, обнял и поцеловал. Я преклоняюсь перед этим человеком. Мне это не надо. Это он, говорит. Это он. И когда выходили, он говорит, а что у вас за люди? Я говорю, ну люди, люди, как это. А почему у них лица, лица так светятся? Я не знаю, как светятся. Нормально. А вы еще ничего не видите? Я говорю, нет. Это не я, говорю, почему мы в этом плывем, в этой благодати. Эти богохульники, которые нападают, там, ДС, они ничего этого не знают. Это богохульники. Они, очевидно, перешагнули ступень хулы на Духа Святого. И это говорят абсолютно все, кто бы он ни был. Это люди мира сего, верующие, архиереи. Я никогда не забуду, в Москву приехал. В советское время тайно, ночью ко мне пришли на свидание три архиерея, три архиерея. Вдумайтесь в это. Ну, вы такого не слышали и не видели. Что? Благодать Божия. Я иду со священником, с одним, он закончил психологический факультет, там, у него высшее образование, там, звание, не знаю, может, кандидат какой. И разговор, дорогой шел в поезде, есть дух, душа и тело. А я говорю, нет, только душа и тело. Человек дуалистичен, нетройственен. Да как так? А вот воина Яценевски, написал, написал неправильно, еще воина Яценевски, то он не выше апостола Павла. Я ему разъясняю. И он со мной, как бы, не согласен. Ну, прошло полдня, примерно, я гляжу, он встретил какого-то человека, как видно, из своего, в поезде прямо. И уже доказывает так, как я доказывал. То есть от него, от которой сели в поезд, уже ничего не осталось. Еще это все люди, которые не разобрались, кто с ними едет. Стали говорить, везде писать, что Игнатий занимался, брал курсы особого гипноза, чуть ли я не с Киприаном Карпагенским учился в Египте, волшебству и прочее. То есть, что попало? Было, приходили волшебники, мы пришли разрушить все у вас, мать с дочерью, одетая в черном. Я встал и объявил все аудитории. И нам пришли люди, желающие сделать это. Встали на молитву. Их как ветром выдало, больше они никогда не пришли. Я знаю, где помощь. И вот все еще с палатки. Понимаете, сколько воспоминаний и сколько добрых людей. Притом, я буду называть людей настолько далеких от нас и настолько близких. Главный банкир края. Понимаете, главный банкир. Посылает за мной машину. Сам приезжает ко мне. Я говорю, я вам дам сигнал, когда, то вы тогда мне позвоните. А почему? Потому что вы будете платить, а не я. У меня платить нет. За телефон не за что. В карман полез мне 10 тысяч. Я поехал к нему только. Он вытащил мне 50 тысяч в руке. И когда узнали, так это евреи помогают. Мне все помогают. Мусульмане, евреи. Почему? Бог так делает. Когда путь человеку угоден Богу, он и врагов его примеряет с ним. И врагов. У меня почти ежедневные были беседы с прокурором края, с начальником тюрьмы, когда я сидел, арестованный. И он поддерживал, утешал меня. А потом все время перезванивались. Это Бог делает. А эти кляузники, эти богохульники, говорят, они ничего не знают. Просто сатана взял их язык и трепется. И вот сказал, я сказал, сказал не о патриархе. Сказал 20 лет назад. И вот все это выковыривает, пальцем где-то обсасывает. Зачем вам это надо? Идите и проповедуйте. Вы пришли ко мне за стол. Это мой сайт, мой видеоканал. Понимаете? И у меня непрерывно гадите. Ну кто скажет, что вы верующие? А что у вас не было? Никогда. Если мне надо, что-то я зашел, посмотрел. Если я не согласен, я отошел. А что же я буду говорить-то? А это не понимают. Ему не отвечают. Он еще больше. Такую срамоту развели. Меня уже все долго. То почему вы их не запретите? Пусть они до конца вылупятся. Будет момент, когда капкан захлопнется. И то, что они сказали, это будет представлено патриархией. Куда вы зовете? Вы наполнили храм вот такими вот. Они пожирают души. Я им покажу. Но мне нужно, чтобы они до конца вылезли. Они еще не до конца. Они вылезут целиком. То есть они уже все выложили. А у меня все открыто. Пожалуйста. Закончилось. Все, дорогие мои, приступаем к работе. Нам некогда стоять. Ой. Посмотри, что мы делаем сейчас. Только что покрыли пол. Посмотри. Ой-ой-ой. И вот ветра проверит. Вот пол уже закрытый. Под трехметровый коридор. Это надо, чтобы она не разъела, не раздавила. Как здесь дальше будет? Это вопрос. Прям не знаю. Вот сегодня мы вскрыли пол, там уже насланы. И заново все сделали. Засамонили. Основание. Тут уже щели. плод это не сделаешь. Вот они щели. Теперь вода будет попадать, она не сможет протекать. Она не сможет промывать. Теперь, когда мы поставим стенку, стенка будет 90 сантиметров. Ну вот, я говорил это, чтобы туда дальше она не провалилась, не пошла. Вот за ней, вот она, видишь, поставлена. Вот это вот стоящек. Вот он стоит, в него упирается. Эту доску сейчас поставим вертикально. И дальше будет стенка. А там у меня распорки здесь сделаны. Это мы завтра уже во всю будем работать. Сегодня-то у нас уже время к концу подходит. Никита? Палатку замораливаем. А? Палатку, вот, мазуток, палатку мазутить. А где это вот там? А вот, вот это, толбушок. На, Никита. Или кто-то, оботри где-нибудь там, потихоньку. Там это, в воду, воду, пожалуйста. Вот как. Шинелла, или шинелка хребята стоят. Володя, дай тебя показать. Зачет показать. Ну-ка дай. Вот посмотрите, как мои шинелки работают. Меня давно там нету в этом училище-то. А вот, пожалуйста, солдатик стоит. Вот он. И на него нашлась шинелка. Представьте себе, около 70 шинелей. Столько же кителей, брюк, фуражек. Ну, чего только нету. И все это дали бесплатно. Ну, постирали все. Много времени потратили. Ну, слава Богу. Вот смотри, какие идут тучи. Видать, Володя, вот все это смолит, отработкой. Какие доски. Это остаток. Если Бог даст, только до этого уровня дойдет, тут минимум поднимется почти на полтора метра. Ну, а тут у нас будет досками регулироваться. Но нынче нельзя будет поднимать выше. Главное, чтобы вода прошла, не прорвала. Вот что нужно знать. Ну, все, Володенька. Все. Выключай. Слава Богу.